Друзья, презентация Xiaomi Mi Band 6 произошла, я не понимаю китайского языка, поэтому буду читать, что же там добавили. Но, во-первых, будет AMOLED-экран. Вот раньше не было никогда AMOLED-экранов и теперь он будет. Значит, размер экрана 1,56 дюйма против 1,1 дюйма у предшественника. Это очень, я считаю, очень серьезное увеличение экрана. Браслет получил 130 вариантов оформления экрана, десятки режимов тренировок, гаджет научился автоматически определять разновидность физической нагрузки. Есть и версия с NFC, но бесконтактная оплата с ней вряд ли заработает из-за программных ограничений. Mi Band 6 оснащен не только датчиком измерения пульса, но и функцией определения насыщения крови кислородом. Браслету обещают влагозащиту на 5 атмосфер, автономная работа заявлена на уровне 14 суток, остались и удобная магнитная зарядка. Первым рынком, где стартуют продажи фитнес-браслет, станет Китай. Базовая версия Mi Band 6 обойдется в 229 нюань, это 2600. Ну, у нас в России, как всегда, будет дороже, это в районе 4000 при старте продаж, если даже не дороже. Друзья, ну вот, собственно, и все. Неплохие новые темы, увеличен экран, новый тип экрана AMOLED, значит, влагозащита на 5 атмосфер, новые режимы. И я вам честно скажу, все это интересует, цена осталась прежней, 30 режимов. Браслет также может отслеживать насыщение крови кислородом, но это уже на другом ресурсе, и это не точно. Ввести суточный мониторинг артериального давления, качество сна. А, значит, от заряда Mi Band 6 должен работать 14 дней, что тоже хорошо. Друзья, но вы понимаете, да, из-за того, что экран увеличен, из-за этого, соответственно, меньше времени будет работать Mi Band 6. Друзья, вот, собственно, и все. Вот такие новости. Ждем продажи, когда появится у нас Mi Band 6, но появится, поверьте, он только примерно к концу весны или к лету. И, я еще раз говорю, где-то к концу лета цена упадет где-то к 3 тысячам, ну, как это обычно бывает. Вот, так что, а пока мы ждем.